В эфире Сурба новостей Саров 24 в студии Мария Ирунич. Здравствуйте, смотрите сегодня выпуски. 33 пожара и 3 спасенные жизни пожарные подвели промежуточные итоги работы в этом году. Созвучие гитарных струн, объединение авторской песни Дворца детского творчества объявляет набор на новый учебный год. Кикбоксинг, рукопашный бой и борьба с элементами самбо. Саровчане стали победителями ежегодного чемпионата Привовского округа в войск национальной гвардии по комплексному единоборству. Далее расскажем обо всем подробно. В этом году в Сарове произошло более 30 пожаров. В основном они случались в многоквартирных жилых домах или на дачах. Основными причинами возгорания стали неосторожное обращение с огнем, нарушение правил эксплуатации электрооборудования и умышленные поджоги. Подробности далее. Рост числа пожаров фиксируют в Сарове спасатели. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество возгораний выросло с 28 до 33. Большинство пожаров случились из-за поджогов, часть из которых произошло в одну ночь по вине одного человека. Сообщения поступали в период времени примерно с часу 30 до 3 часов утра. При выезде на данные сообщения было установлено, что бытовой мусор горел в контейнерах для сбора мусора и расположенных на контейнерных площадках, расположенных вблизи на квартирных жилых домах. В семи случаях возгорание привели к пожарам, которые повредили общедомовое имущество. В результате слаженных действий сотрудников МЧС и полиции поджигатели вычислили и задержали. Также среди основных причин пожаров в этом году нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования. Сюда входят не только бытовые электроприборы, но и сами электросети, здания и сооружения. То есть это перегрузка сетей, либо неисправная работа прибора. Зачастую связано с тем, что используют уже отслуживший свой срок службы приборы, которые подлежат утилизации. Или нарушают пасмортные данные. Сотрудники пожарного надзора напоминают, что при возникновении пожара нужно сохранять спокойствие, закрыть окна и двери, обесточить квартиру, если возможно выйти из горящего помещения, эвакуировать других людей. Но первым делом нужно позвонить по знакомому с детства номеру телефона. При обнаружении пожара в здании сооружения необходимо звонить в пожарную охрану по номеру телефона 112, либо 01. При этом необходимо сообщать место возникновения пожара, что горит, где горит и сообщить свою фамилию. При пожаре нельзя пользоваться лифтом, спускаться по подъезду, держась за перила лестницы, прятаться в дальний угол в надежде скрыться от огня и бросаться первым делом спасать свое имущество, рискую жизнью. Екатерина Опенова, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24. Этот и другие репортажи вы можете посмотреть в любое время на нашем канале в Ютьюбе. К другим новостям. Многие слышали о меланоме, но большинство людей не знают, насколько опасен этот вид рака. Болезнь развивается в результате необратимого перерождения клеток, который отвечает за цвет кожи, способность к загару и образование родинок. Меланома – смертельно опасная форма рака кожи. Она быстро развивается и дает метастазы в другие органы. При подозрении на меланому важно как можно раньше поставить диагноз. В нашей стране за 20 лет число пациентов с меланомой увеличилось в 2,5 раза. Еще несколько десятилетий назад это заболевание выявляли в основном у людей солидного возраста. Сегодня страшный диагноз все чаще слышат пациенты до 40 лет. По статистике вообще занимает 3-4 место сейчас у мужчин и у женщин. С чем это связано? Ну, в первую очередь, это экология. Очень много у нас наркоманий развивается, алкоголизма. Поэтому будущее поколение у этих людей, конечно, рождается уже с проблемой иммунитета. А проблема иммунитета приводит к тому, что возникают различные хронические заболевания, в том числе и онкология кожи. Профилактический осмотр кожных образований необходимо проходить раз в год. Врачи говорят, что 50% заболевших меланомой не удается спасти из-за позднего обращения. При ранней диагностике болезнь излечима в 90% случаев. Пройдет или это не страшно, это можно только на словах сказать. А что именно это такое, это только может узкий специалист, доктор посмотреть и сказать, что да, нормально, не трогайте, будем наблюдать. Не надо бояться этого. Почему? Потому что первые стадии даже злокачественных образований можно иссякать различным методом, вылечить. Также показаться врачу следует через три месяца после возвращения из жарких стран. Если родинка асимметричная, с неровными краями, кровоточек меняет цвет и размер, с визитом к специалисту лучше не тянуть. Ирина Вашегородцева, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24. 13 августа около Ледового дворца пройдет бесплатное анонимное тестирование на ВИЧ в мобильном пункте, белом автомобиле «Газель-Некст». На машине будет логотип акции «Тест на ВИЧ-экспедиция». Сдать анализы наличия инфекции можно будет с 12 до 18 часов. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Жители Нижегородской области сами решат, на что стоит потратить дотации из областного бюджета. Проект так и называется «Вам решать». Его инициатором выступил глава региона Глеб Никитин, который уже внес соответствующие поправки в областной закон. Согласно документу, жители Нижегородской области смогут самостоятельно решить, какие объекты и мероприятия в муниципалитете будут финансироваться в 2020 году за счет дотации из областного бюджета. Ознакомиться с конкретными проектами и проголосовать за тот, который, на Ваш взгляд, требует первоочередного внимания, можно будет с 26 августа на сайте «Бюджет для граждан Нижегородской области». Вода на пруду Боровом все еще не подходит для купания. Об этом сообщили в Межрегиональном управлении номер 50 ФМБА России. По словам медиков, результаты лабораторных исследований неутешительны. В водоеме выявлено значительное микробное загрязнение. Напомним, оба официальных места пляжного отдыха в Сарове, озеро Протяжное и пруд Боровое, были закрыты для купания в начале июля. Ограничения на протяжке сняли уже к середине месяца. На пруду Боровом запрет продолжает действовать до сих пор. В Сарове стартовал 10-й тур чемпионата города по футболу. До конца этой недели на центральном поле стадиона «Икар» пройдут еще три матча. В четверг 8 августа в поединке сойдутся «Чайка» и «Динамо». Начало в 18 часов. В пятницу 9 августа на поле выйдут команды «Искра Юнайтед» и «Энергия». Этот матч начнется в 17 часов. А в 7 вечера силами помирятся «Концаро» и «Вымпел». Полное расписание игр можно посмотреть в группе «Федерация футбола города Саров» ВКонтакте. До 1 сентября осталось несколько недель. Скоро школьники всей страны сядут за парты. Но не только учебники и контрольные ждут их в новом учебном году. Традиционные учреждения дополнительного образования откроют свои двери для мальчишек и девчонок, предлагая им широкий выбор увлечений. Объединение авторской песни «Струна Дворца детского творчества» приглашает ребят на занятия вокалом и игры на гитаре. Песни о дружбе, любви, смелости, отваге, о вечных человеческих ценностях. Родившись в середине 20 века, авторская песня и в новом столетии остается актуальной. Встреча воспитанников клуба самодеятельной песни «Струна» стала для многих юношей и девушек последней. Ребята закончили школу и разъехались, освободив место для новых талантов. Светлана Петеля говорит, что клуб стал для нее не просто увлечением, а большой дружной семьей. Мне это дало, в первую очередь, друзей. Очень много очень важных друзей. Наверное, мировосприятие в какой-то степени достаточно позитивное отношение к миру с песней. Руководитель клуба считает, что теплая дружеская атмосфера располагает к раскрытию творческих возможностей детей. Анна Юрьева учит ребят слушать текст, размышлять над песней. Кто-то скажет, что барды – это не модно, в современном мире другие тренды. Анна Козырева отмечает, что в 21 веке есть место для авторской песни. Много современных авторов, которые вносят разнообразие в музыку. То есть это не просто стихи по квадрату, это даже что-то интересное, что-то с элементами джаза. Есть очень разные песни, и каждый найдет в этом жанре что-то на свой вкус. Главное – это музыка, как я считаю, это музыка, над которой нужно думать. В объединение приглашают мальчишек-девчонок от 12 лет. Занятие проходит один раз в неделю по субботам. Начинается обучение с АЗОВ, с гитарной грамоты, с постановки голоса. Мы с ними разучиваем партии, на голоса раскладываем, с гитаристами отдельно занимаемся. В начале сентября во Дворце детского творчества будут проходить Дни открытых дверей, и можно будет узнать подробнее о правилах приема и расписании занятий. Елена Грискова, Владимир Лисик, Сергей Рябов, служба новостей, САРУ, 24. 11 августа на стадионе ИКАР пройдет День физкультурника. В нашей стране этот праздник будет отмечаться уже в 80-й раз. В программе соревнования по волейболу, теннису, шашкам, шахматам, городкам, мини-футболу, армрестлингу, перетягиванию каната и подъему гири, а также турнир по стритболу, семейные старты и многое другое. В преддверии Дня физкультурника мы выяснили, какие виды спорта предпочитают саровчане. В здоровом теле здоровый дух, крылатые выражения, знакомые с детства. Кто-то любит посещать бассейны, а кто-то занимается скандинавской ходьбой. Какие виды спорта по душе саровчанам, пойдемте узнавать. С каким видом спорта вы предпочитаете заниматься? Раньше занималась гимнастикой. Да? А сейчас чем? Прошу к нам спорту. Чувство полета непередаваемо. Ну, велосипед, плаванием раньше занимался. Бол, также иногда предпочитаем шахматы. Маскинбол. На велосипеде катаюсь. Худачной гимнастикой. Это очень удивительный спорт, но там надо бегать, прыгать. Это спорт, где надо позаниматься. То есть растягиваться. Как легкая атлетика, только надо всякие шпагаты делать, перекаты, перевороты. Я чем только не занимаюсь. Плаваю, играю в боулинг, бильярд. Во все играю. Во все только можно. Я люблю заниматься воркаутом, а также стрит-листингом. Стрит-листинг – это одно из подразделений воркаута. Спортом нужно заниматься для того, чтобы поддерживать свой организм в тонусе. Это отжимания на брусьях. Также подтягиваем. Пойду тоже попробую. Внимание, подтягивания. Не получилось с воркаутом. Пойду, займусь отжиманиями. Здесь-то у меня точно все получится. Один, два, десять. Спорт – это движение, это жизнь. Надо приучать себя, заниматься этим. Наверное, по-первых, для поддержки формы. Да и, если это, конечно, не профессионально, то и здоровье полезно. Поддерживать здоровый образ жизни, физическую форму сохранять. Ну, я говорю просто про себя. Я, во-первых, не могу не заниматься, потом я хочу хорошо выглядеть. Заниматься спортом модно и полезно. Тело в тонусе и дух крепок. Друзья, занимайтесь спортом и будьте здоровы. Опрос для вас проводили Ирина Вашегородцева и Владимир Лисик. Саровчане стали победителями ежегодного чемпионата Приложского округа войск Национальной гвардии Российской Федерации по комплексному единоборству. Соревнования проходили на базе Управления Росгвардии по Республике Татарстан и отдельного отряда специального назначения «Барс». Поединки бойцов различных весовых категорий длились два дня. Первый раунд проводился по технике кикбоксинга. Второй – по технике классической борьбы с элементами самбо. Финальные и полуфинальные схватки проходили по полноконтактной версии рукопашного боя. Подробности далее. Выходя на ринг, спортсмены не знали, к чему готовиться. Жеребьевка проводилась в день соревнований, и имена противников становились известны практически перед самой схваткой. Это добавило сложности, но не помешало саровчанам стать чемпионами Приложского округа войск Национальной гвардии по комплексному единоборству в Казани. В чемпионат Приложского округа отбирались самые сильнейшие участники. Схватки были ожесточенные, и противники были на самом деле серьезные. Соревнования проводились следующим образом. Первый раунд в течение двух минут был кикбоксинг, потом непосредственно борьба по правилам вольной борьбы. Иван Девяткин стал победителем своей весовой категории в личном зачете среди мужчин. Рукопашным боем молодой человек занимается с детства и добился звания мастера спорта по боевому самбо. Именно многолетний стаж и усиленные тренировки помогли Ивану занять первое место. Самое основное – это тренировочный процесс. Если не будет правильно подготовленного тренировочного процесса, то и результата не будет. Только те люди, которые занимаются собой систематически, поддерживают себя, грубо говоря, отдаются полностью спорту, только те могут занимать призовые места. Выигрывает не сильнейший, а выигрывает умный. Победные баллы команде принесла и Евгения Коршунова. В весовой категории до 80 килограммов она заняла третье место. Для девушки самыми интересными и запоминающимися моментами этих соревнований стали демонстрация мастерства рукопашного боя и борьба в поединках. Было… ну, было… я бы не сказала, что там тяжело и так далее. Было… потому что есть достойные участники, очень много достойных участников. И, ну, наверное, так звезды сложились, что у меня попались такие соперники, которые чуть слабее меня. Всего в чемпионате приняло участие 20 команд из Кировской и Нижегородской областей, а также Республик Башкирии, Татарстана, Мордовии и Удмуртии. По итогам соревнований сформирована команда округа Росгвардии для участия во всероссийских состязаниях, которые пройдут в конце августа. Ирина Вашегородцева, Владимир Лисик, Александр Мальков. Служба новостей, Саров, 24. Впереди вас ждет прогноз погоды. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбуке и Однокласснике. Подписывайтесь на наш канал в YouTube и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работала Мария Ирунич. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин